Десять часов утра. Время выхода в эфир еженедельной программы «Семь дней в регионе». С вами Алексей Шемякин. Доброе утро. Мы готовы рассказать вам о самых главных событиях уходящей недели. Традиционно работаем в прямом эфире. Номер телефона в студии 639717. Звоните, будем общаться. Кстати, вот темы, которые мы поднимем сегодня в нашей программе. Варварский поступок. Будем восстанавливать. Ну и будем думать, что делать. Кому помешали могилы военных летчиков на кладбище Кегострова и где предел бесчеловечности? Так сколько стоит память, расскажет Алексей Карельский. А в студии ждем комментарии представителей силовых структур. Без квартиры, денег и с огромными долгами. Именно так живут сегодня в регионе 254 обманутых дольщика. В общей сложности моя сумма студии 27 квадратных метров составила 1 310 000 рублей. Кто из нерадивых застройщиков уже попал в черный список и как предлагает область решать проблемы обманутых жителей Поморья? Свет в конце тоннеля увидел наш корреспондент Артемий Заварзин, а в студии один из застройщиков объяснит, что значит довести долгострой до ума. Спасти как можно быстрее. Это станет возможным, если в вашем авто установлена система ГЛОНАСС. Порядка 600-700 тысяч ингредиент транспорта на конец 2017 года будет обслуживаться системой. Ирина Ившина изучила вопрос и выяснила, смогут ли сесть за руль те, кто игнорирует новшества. Ваш ребенок не посещает детский сад, но и компенсация за это вам тоже не положена. Нам сейчас отказали в субсидии, получается, потому как муж не работает, он не в трудоустройстве, соответственно, справку ему принести неоткуда. Ответить на вопрос, почему не всем дадут компенсацию и что такое критерий нуждаемости, моя коллега Олеся Кокина. И компетентный комментарий в студии регионального министра труда, занятости и социального развития Елены Молчановой. Но в начале. Эта неделя стала настоящим испытанием для всех нас. Погода каждый день преподносила сюрпризы. Шквалистый ветер, снегопад, метель буквально валились с ног. В Зеленом Барус дома снесло часть крыши. Задерживались, а то и отменялись вылеты самолетов. Аэропорт Васьково и вовсе был закрыт. Но больше всех горожане чертыхали коммунальщиков, особенно в субботу, когда в ночь с пятницы на выходной выпала тройная норма осадков. Четырехполосные магистрали превратились в двухполосные. На городских окраинах тротуары не чистились совсем. Во дворах домов было не проехать и уж тем более не пройти. Конечно, снегоуборочная техника делала свое дело, но не утихающий снег и метель сводил все усилия коммунальщиков практически на нет. Поражают в этой ситуации управляющие компании. Господа, мы вам платим. Так будьте любезны обеспечить нам чистые дворы, чтобы мы не утопали по колено в снегу, чтобы можно было нормально выйти из подъездов, чтобы дети наши не купались в снегу, а отдыхали на убранных площадках. А владельцы торговых центров и магазинов, мы же вам выручку несем, мы же у вас покупаем повседневные товары и продукты. Так почистите. Ругать это проще и легче всего. А давайте каждый из нас возьмет в руки лопату и поможет своему городу. Вы знаете, в моем доме живет молодая девушка, работает, воспитывает детей. Так она зачастую берет в руки лопату и чистит не только около своего подъезда, но и дорожки к мусорным бакам, к детскому саду. Просто так чистит, разве что за редкое спасибо в свой адрес. Кто-то сейчас скептически ухмыльнется и скажет, видать, делать нечего, а вы возьмите и попробуйте, ведь только сообща нам под силу любое дело. Напомним, что преподнесла природа на этой неделе, дали компетентный комментарий. Эти кадры шокировали интернет. Безобидный субботник по уборке снега обернулся массовой дракой. Водитель Лады Гранты не пожелал покидать парковку и с кулаками набросился на председателя Домсовета, пустив в ход биту. К счастью, в Архангельске таких прецедентов не случалось. Наоборот, жители одного из домов Соломбола решили не дожидаться управляющей компании и сами вышли убирать снег во дворе. Хотя, если инициативные жители откажутся от услуг управляющей компании, они могут создать ТСЖ и не зависеть от наемных подрядчиков и субподрядчиков. А вот архангелогородка Аза Горшевич, увы, зависит. И таких, как она, с трудом пробирающихся через снежную кашу, тысячи. Вы посмотрите, что делается. Не пройти, не проехать. Это какой-то кошмар. Снегопад превратил бездорожье и путь к дому Галины Хабаровой. Трактор как-то направлялся сюда, правда, проехал мимо. Маленький проехал, просто туда, к девятиэтажке, и всё. Я сама лично видела из окна. Но здесь, чтобы чистить, никто не чистит. На ходу в автомобиле и без того снимать неудобно. И уж тем более, пока едем по дворам. Трясущаяся картинка, как подтверждение. Управляющие компании не справляются. Потому администрация города на этой неделе начала спешно призывать управляйки к активной уборке. Проверяли штат дворников договоры на аренду спецтехники. Из-за их отсутствия и утопает в снегу большинство дворов Архангельска. У нас есть абсолютно все рычаги для того, чтобы выходить на общее собрание собственников жилья, для того, чтобы переголосовывать управление домами конкретными организациями, которые, во-первых, не желают, во-вторых, не хотят заниматься надлежащим содержанием дворовых территорий. Максимальное наказание – не только штраф, но и лишение лицензии на работу. Впрочем, даже если центральные магистрали порой превратившиеся в узкую колею, то что говорить о дворах? Во время снегопада большинство жалоб от горожан было на значительное сужение проезжей части. Мы с этим не то что боремся, мы работаем, мы не допускаем этого. Понятно, что после снегопада, когда мы прошли, промели все, и у нас есть определенный вал образовывается. По первой категории мы в снежные дни два раза ездим в сутки. Это как минимум. При этом часть дорог и внутриквартальных проездов Архангельска этой зимой содержится в так называемом накате. Есть и плюсы, и минусы у такого содержания. Самый главный плюс – это то, что дорога находится под покрывалом, снежным покрывалом, и не деформируется в результате каких-то климатических изменений, перепадов температуры. Минусы есть, конечно, тоже определенные, поскольку возможно более быстрое образование скользкости. Но технология снежного наката пока не дает нужного результата, а вывозка снега – дорогое удовольствие. По оценкам специалистов, это может обойтись бюджету Архангельска в 800 миллионов рублей. Такие средства в городской казне не предусмотрены. Бюрократические проволочки коснулись и внутриквартальных проездов, и дворов. Огромное количество участков города не размежевано, а значит, не внесено в дорожную карту, потому и должной уборки там нет. Однако горожанам эти тонкости неинтересны. Им важен результат. Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Архангельска Никита Кривонкин сегодня с утра у нас в гостях. Никита Константинович, доброе утро. Алексей Дурдин. Итак, скажите, как город справляется с последствиями такого сильного снегопада? Если бы мы сейчас выглянули с вами в окно, то увидели, что опять метет. Да, вы абсолютно правы. Сегодня достаточно интенсивно падает снег, интенсивный снегопад. В администрации города заключен муниципальный контракт на содержание дорог первой, второй, третьей категории, а также внутриквартальных проездов. Дороги первой категории – это те дороги, по которым проходят автобусные маршруты. Соответственно, первая задача, которая стоит перед городом, которая поставлена перед подрядчиком – это не допустить срыва проезда транспорта, автобусов. Далее, уже после этого, идет уборка второй и дорог третьей категории и внутриквартальных проездов. С дорог первой и второй категории осуществляется вывозка снега на полигон. Уборка дорог третьей категории и внутриквартальных проездов осуществляется за счет расчистки из сгребания снега в периферию дороги, то есть к бордюру. Как ведут себя в такой пиковой ситуации для города управляющие компании? Управляющие компании ведут себя по-разному. Есть особо отличившиеся со знаком минус, есть те компании, которые подходят к своим обязанностям, к обязательствам по договорам управления достойно и которым можно сказать спасибо. Но есть? От департамента городского хозяйства ведутся постоянные объезды и контроль. Все те участки, на которых есть проблемы, они сразу обозначаются. Есть постоянный контакт с директорами управляющих организаций, чтобы эта работа продолжалась. Естественно, управляющие организации, ну что грехотовить, да, они все, как и все другие, смотрят прогноз погоды, понимают, что эти трудные дни, они в плане снегопада, они продлятся, ну вот еще день, наверное, да, и потом снегопада завершаться. Они экономят, по сути говоря, да. Наша задача, да, не допустить такой экономии, да, что влияет на возможность прохода для граждан, проезда автомобилей. А что вы делаете вот с нерадивыми управляйками, так называемыми? Есть несколько рычагов. Значит, первое, на основании обращения граждан может выйти служба муниципального контроля на проверку. Если такая проверка покажет и подтвердит те основания, которые указал гражданин, то будет вынесено административное правонарушение, которое, в свою очередь, позволит, если муниципальная доля, доля муниципальных квартир, да, на многоквартирном доме превышает 50%, выйти на конкурс и выбрать просто другую управляющую компанию, да, то есть понять, ну, это покажет то, что с исполнением своих обязанностей в рамках вот того бизнеса, который ведут, а это бизнес, да, в управляющей организации. Они просто не справляются, и они просто не нужны городу, да, и не нужны горожанам. Если муниципальная доля меньше половины, меньше 50%, то муниципалитет, как и любой собственник, может выйти с инициативой на общее собрание собственников и выбрать просто другой управляющей организации. Мне кажется, в такой ситуации сегодня каждый второй двор в Архангельске. Да, ситуация, естественно, сложная, но она, еще раз повторюсь, да, что она находится на контроле администрации города, лично главы, заместителя главы по городскому хозяйству, департамента городского хозяйства и глав округов. В любом случае город будет вычищен. Да, сегодня погода опять, к сожалению, не балует, да, в этом смысле, но все будет вычищено, это 100%. Техника дворники работает и ночами, да? Да, техники, вот что касается содержания дорог и муниципального контракта, который заключен в администрации города, департаментом городского хозяйства, порядка в 90 единиц в период снегопада и уже после снегопада там порядка 62 единиц. То есть техники достаточно, но контроль должен быть в любом случае со стороны органов власти, вот, и он ведется. Что бы вы хотели сегодня сказать, может быть, кратко, да, владельцам торговых центров, да, но и, наверное, всем нам, горожанам? Владельцы торговых центров, ну, вы знаете, та деятельность, которую они осуществляют, она направлена на привлечение, в первую очередь, покупателям. Если с уровнем, с тем уровнем автомобилизации населения, которое сегодня есть в городе, да, это приехать к торговому центру и увидеть там непочищенную парковку, это в первую очередь удар по, в том числе, бизнесу, да, вот этих торговых центров. Поэтому каких-то серьезных претензий, да, на сегодняшний день у нас к торговым центрам нет, но определенные замечания, конечно, имеются. Управление торговли, администрация города прорабатывает с ними, в том числе прорабатывает вопросы нахождения этих организаций, которые могут чистить. В принципе, торговые центры, они следят за этим. Может быть, всем нам все-таки хотя бы в своих дворах взять лопатки и почистить, хотя бы около своих подъездов? Хороший призыв, да, но в целом в администрации города техники и тех людей, того персонала, который занят в этом, который готов к этому участвовать, его достаточно. Все те, кто хотели выйти, все, кто готов выйти, они сегодня находятся на уборке в любом случае. Вот, призыв хороший, конечно, Алексей. Никита Константинович, огромное вам спасибо, что пришли, прокомментировали сегодняшнюю погодную ситуацию. И заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Архангельска Никита Кривонкин был с утра у нас в гостях. Теперь о том, чем еще жил регион на этой неделе. На месторождении имени Ломоносова нашли алмаз весом в 30 карат. Он был поднят с глубины в 150 метров. Благодаря ценной находке, количество добытых на месторождении ископаемых исчисляется 10 миллионами карат. В поселке Вичегодский Котловского района запущена в работу новая теплотрасса. Ее протяженность всего 400 метров, но она крайне важна для жилого фонда. Данную тепловую сеть мы сейчас протянули в воздушном исполнении. То есть мы ее, можно сказать, вытащили из грунтовых вод, так как старая теплосеть, она постоянно находилась в воде и постоянно коррозировала. Мы ее утеплим, потери будут минимальные. И я думаю, что теплоснабжение поселка, то есть части поселка, которую отапливают котельную номер 2, улучшится в разы. Теплосеть должна была появиться еще до отопительного сезона, но много времени ушло на согласование работ с железнодорожниками, по чьей территории прошла теплотрасса. В Каргополе разливались хрустальные звоны. Показать свои умения приехали звонарных дел мастера со всей России. Звонарей знают поименно, про них слагают песни, их творчество отражают в рисунках. Стоит заметить, что жители Каргополя до сих пор в полдень сверяют часы по колокольному звону и верят в его целебную силу. В Новодвинске в этом году с трудом удалось прорубить крещенскую иордань на озере Смердия. Уже более 10 лет ее готовит группа добровольцев. На работе они берут выходной и, вооружившись инструментом, выпиливают лед. В этом году лед не бывает толщины. В этом году толщина льда около 60 сантиметров, поэтому мы пропилить его ни одной бензопилой, конечно, не могли. Нашли вот эту специальную пилу для пиления льда. И она нам, конечно, очень понравилась и выручила нас. В Вельске прошел очередной этап зимних ледовых гонок на автомобилях. На кону Кубок городов России. Такого в истории соревнований еще не было. За право стать лучшими боролись гонщики со всего Северо-Запада. А зрителей собралось около 5000 человек, что для Вельска это каждый пятый. Призовой фонд тоже рекордный – 500 тысяч рублей. Трасса пока лучше, что я видел. Организация соревнований. Тоже? Супер. Других слов просто даже нет. Призы в этот раз выиграли матерые гонщики Сергей Шерстобитов из Сыктывкара и волокжанин Даниил Ковалев. Сегодня, 22 января, на трассе «Экстрим-Вельск» стартует второй этап Северо-Западного округа по ледовым гонкам на автомобилях. В Северодвинске разыскивают новоселов. Жилье бесплатное, социальное. Ключи готовы выдать хоть завтра. Напомню, в декабре в городе по программе переселения из ветхого и аварийного жилья сданы три социальных дома. В них должны въехать 265 семей. Однако пока договоры социального найма получили только 30. Заселить все три дома нужно до конца января. Иначе счастливчиков будет искать полиция. Были случаи, когда новоселов не находили и через суд аннулировали право пользования. 16 автомобилей и 40 человек. Все это экспедиция «Северная деревень», участники которой посетили Коношский район. Они побывали в деревне Папинское, где местной достопримечательностью являются подвесные мосты. Конструкция шаткая, но надежная. Для приезжих своеобразный деревенский аттракцион. Далее в уже знаменитую на весь мир деревню Норинское. Именно здесь написал 80 стихотворений нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Музей «Железной дороги» участники экспедиции посетили уже в самой Коноше. Все экспонаты, отслужившие свой срок оборудования. Начиная от рельса узкоколейки, заканчивая фонарем путевого обходчика. И главное, все можно потрогать. В Москве проходит отчетно-выборный съезд «Единая Россия». В нем принимает участие более трех тысяч человек. Вчера работали семь дискуссионных площадок. И сегодня состоится совместное заседание Высшего и Генерального Совета «Единой России» и пленарное заседание, на котором планируется выступление председателя партии Дмитрия Медведева. На съезде представлены делегации Архангельской области. Впрочем, все вопросы у нас есть возможность задать моей коллеге Ирине Ившиной, которая находится в самом центре событий, работает непосредственно на съезде. И мы связались сегодня с ней по телефону. Ирина, доброе утро. Алексей, доброе утро. Ирина, скажите, пожалуйста, как у вас там в Москве погода? У нас второй день снег просто стеной. В Москве погода сегодня тоже шепчет. С бортом минус 8 градусов. Снега нет, но очень сильный ветер. Обещает до 24 метров в секунду. Так что на 5 минут лишнюю на улице нам тоже проводить не хочется. Понятно. Ирина, вернемся к съезду единороссов. Как прошел вчерашний день работы? Алексей, первый день прошел достаточно продуктивно. Работали 7 дискуссионных площадок. Наш регион представили депутаты Госдума от Архангельской области. Они были в полном составе. Старый Генопалкин, Юрков. Кроме того, присутствовали глава Архангельска Годиш, областные парламентарии и представители регионального отделения партии. Федеральную исполнительную власть представили руководители профильных министерств здравоохранения, транспорта, труда, строительства и ряд других. Обсуждались вопросы и поддержки предпринимательства, и развития науки и образования. Много говорили о ЖКХ и социальной политике. Так, в частности, говорилось о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. И в Единой России говорят, что это не политическая риторика. К этому вопросу действительно обещают вернуться в ближайшее будущее. Наш регион тоже приехал с конкретными предложениями. Так, областные депутаты предложили разработать федеральную программу для решения проблем со сбором вывоза и утилизации мусора. Я хочу напомнить нашим зрителям, что предположительно в следующем году у нас появится новый коммунальный платеж. Вывоз мусора исключат из платы за содержание жилья, и в наших квитанциях появится отдельная строка. Федеральные деньги очень помогли бы нам снять часть финансовой нагрузки и с жителей региона нас с вами, и с областного бюджета. Ирина, скажите нам, пожалуйста, что же сегодня ожидается на съезде единороссов? Вот все ключевые тезисы, которые вчера прозвучали на дискуссионных площадках, лягут в основу решения съезда партии. Его примут сегодня. И также сегодня ожидается выступление председателя партии Дмитрия Медведева. Так что мы его ждем. Спасибо, Ирина. Ждем вас дома. Моя коллега Ирина Евшина работает в Москве на съезде партии «Единая Россия». Ее подробный репортаж смотрите завтра в вечернем выпуске информационной программы «Автограф дня» в 19 часов 20 минут. Ну а теперь к теме, которая просто нет никакого объяснения, как теме, так и поступку. Картину минувшей недели омрачило событие, которое произошло на Кегастрове. На местном кладбище вандалы осквернили могилы летчика 2-го Архангельского объединенного авиаотряда. Извините, но просто взрывается мозг, когда понимаешь, что это сделали те, кто живет рядом с нами. Выражения злобы тут нет. Судя по всему, оно ни при чем. Скорее дело в холодном расчете. Мишенью преступников стали особенные надгробные памятники, ведь они представляют определенную материальную ценность. Ради простой наживы у людей ничего святого. Как тут не вспомнить строчки из произведения Николая Некрасова «Железная дорога». Варвары, дикое скопище пьяниц. Не создавать, разрушать мастера. Алексей Карельский продолжит. Геннадий Нуштаев и Татьяна Белозерова выбрали не лучший день для прогулки на Кегостров. Продуваемые всеми ветрами Архангелы Городцы переходят реку, потому что кто-то перешел грань. На Кегостровском кладбище похоронены родные и близкие наших героев – летчики 2-го объединенного авиаотряда. Однако нашлись те, кто потревожил их покой. Какие-то варвары осквернили могилы покорителей неба. Здесь захоронен типов самолета АН-2, погибшего в 90-м году. Авиакатастрофа была. Видите, все выдрано с корнем. Все здесь. Вандализм, конечно, ужасный. А что здесь было? Мы не очень представляем. Здесь были лопасти от самолета АН-2. Три лопасти на постаменте и, естественно, сама могила. Здесь захоронен командир самолета Минаков Вячеслав. И рядом Кирьянов Сергей, второй пилот самолета АН-2. Местная шантропа и раньше хулиганила. То звездочку металлическую с надгробия собьют, то скамейку украдут. Но это случай, считают родственники, дело рук залетных. С таким размахом вандалы никогда не орудовали. Будем восстанавливать. Ну и будем думать, что делать. Никому не обращались? Кто, может, поможет? Мы обратились во второй авиаотряд. Надеемся, что они как-то нам смогут помочь. Традиции устанавливать лопасти винтов на могилу летчиков уже больше века. Но в Кегастрове появление этих символов мужества и скорби связано как раз таки с историей 2-го Архангельского объединенного авиаотряда, основанного в 65-м году. Долгие годы Кегастров был базой и домом для пилотов и механиков. В том числе и для ветерана отряда, вертолетчика Геннадия Нуштаева. Когда отряд понес, что называются, вот такие первые потери, пошла традиция устанавливать? Ну, фактически, можно сказать, когда хаос упал где-то в Уральских горах. И вот установили для экипажа полностью вот это памятники и установили лопасти. А какой год, вы говорите? 74-й. После этого, по мере того, как погибали и умирали пилоты, стали устанавливать те самые лопастя от Ан-2, после и от НИ-8. В этой могиле покоится первый авиаучитель Геннадия Петровича, командир эскадрильи Алексей Афанасьев. Вертолетная лопасть с его портретом уцелела. Вандалы, судя по всему, просто не смогли ее выломать. Капитально сделано. Вот здесь даже видно болт, как до половины вытащенный, а не могли вытащить, видать. Может, даже одумались, что Ми-8 лопасти меньше металла, алюминия это, наверное. Потому что я смотрю, те лопастя, которые на Ан-2, всех поснимали. А сколько нам, по вашим подсчетам, вообще здесь поломали памятник? Ну, мне с отдела кадров уже сказали, что 18 могилок вандалы поснимали вот эти лопастя. Смотритель кладбища Сергей Одинцов ведет нас, что называется, по следам преступников. Для него мотив их поступка очевиден. Вот очередная газочка, где тут вандалы побывали. То есть тоже лопасть вырвана. Основание оставлено. Ну, как говорится. На ваш взгляд, подготовлена была вот эта, что называется, акция? Наверное, сначала все это дело приехали, просмотрели, засветло. А уже в ночное время, думаю, все это вырвано было. С какой целью? Сдача цвет металла? А там сплав какой-то особый, металл особый, что там? Ну да, такой сплав очень крепкий. Алюминий с магнием, там что-то такое, дюра алюминий, очень крепкая. Злоумышленники позарились, разумеется, не на ценность дюрали для авиационной промышленности, а на ее цену. Вандалы-грабители знали, зачем шли. Конкретно за лопасти винтов. Были хорошо подготовлены. Можно подумать, что вот это основание из нержавейки не взяли, потому что оно плотно вкопано. Но нет же. Вот вполне себе хорошая, пригодная, оторванная деталь. Видимо, в пункте приема металла много за нее не дадут. К тому же ее тут и не в избытке. А вот дюрали с 18 лопастей можно урвать в разы больше. В интернете за килограмм такого цвет мета предлагают от 70 рублей. Так что полиция уже вовсю прочесывает местные пункты приема металлолома. Близлежащими не ограничивается. Зимой выбраться с Кегострова можно не только пешим путем по переправе на Пурнавлок. На автомобиле, например, легко выскочить через Цыгламень на Северодвинскую дорогу. Повредив надгробие, злоумышленники могут поломать себе жизнь. О чем в случае поимки и доказательства вины будут сожалеть лет пять за колючей проволокой. Алексей Карельский, Денис Линчевский. Семь дней в регионе. 63-97-17. Это телефон прямого эфира. Мы готовы принять ваши звонки. А у нас в студии исполняющий обязанности начальника отдела информации и общественных связей ОМВД России по Архангельской области Иван Распутин. Иван Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. Скажите, уже известно, кто эти вандалы? В настоящее время проводится комплекс оперативно-рестных мероприятий. Пока еще злоумышленники не установлены, но это вопрос времени. А что им грозит? Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это надругательство телами умерших и местами их захоронений. Пока уголовное дело, еще раз повторюсь, возбуждено по части 1. Но если будет доказано, предположим, что злоумышленников было несколько, они действовали в составе группы, тогда можно будет говорить о переквалификации данного уголовного дела на более тяжкую статью. И до скольки? Все равно тюремный срок. Да, пока часть 1 предусматривает арест до 3 месяцев, но часть 2 предусматривает уже реальное заключение в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Помним, и на других кладбищах были тоже случаи вандализма. Раскрыты они, люди найдены? Надо сказать, что таких случаев, к счастью, в нашем регионе немного. Это случаи единичные. За последние несколько лет буквально 3 или 4 подобных инцидента были. Все злоумышленники были установлены, дела переданы в суд. То есть пока еще идет разбирательство или уже приговоры? Нет, по части уже состоялись приговоры. По части уже состоялись приговоры. Но здесь необходимо отметить, что даже если они не заканчиваются реальным лишением свободы, надо четко понимать, что речь идет о том, что человек, совершивший подобное злодеяние, он попадает под уголовные преследования. Соответственно, судимость, даже если дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, это все равно судимость, которая, так сказать, пятном останется на биографии человека. На всю жизнь. На всю жизнь. Что бы вы посоветовали вот этим людям, которые делают подобное грязное дело? Ну, здесь все-таки, наверное, главный совет – это все-таки задуматься над тем, что вы делаете. Потому что это не только покушение на собственность, это покушение на человеческую память. То есть это такое же преступление, которое стоит, наверное, уже на грани морали и нравственности. Поэтому обязательно все преступники будут установлены, найдены. И просто не стоит губить, может быть, да, себе свою жизнь, свою биографию вот такими вот поступками. Ну, и прежде всего, это все-таки человеческий суд, наверное, такой чистый мораль. Конечно, конечно. Еще раз повторюсь, да, что это вот не только преступление, да, против конкретно вот вещей, это преступление против человеческой памяти. А кто эти люди, исходя из прошлых лет? Это люди без определенного места жительства? Это какие-то, ну, обкурившиеся подростки или еще кто? Ну, вы знаете, практика показывает, что такой градации четкой установить очень сложно. Это абсолютно как бы разные категории людей, потому что из тех преступлений, что уже раскрыты, это были вполне, значит, вроде бы взрослые, значит, адекватные люди, которые просто на момент совершения данного преступления находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. И уже на следующий день объяснить мотивы своего поступка они не могли. А вот в данном случае, конечно, можно предполагать, что речь идет о неких социальных элементах, которые вот именно покусились на то, что конструкции сделаны из металла, которые, может быть, они предполагают каким-то образом сбыть. Ну, уже, наверное, есть какие-то зацепки касаемо этого случая, да? Просто не будем говорить. Да, я, к сожалению, не могу сейчас, поскольку дело в стадии расследования, значит, идет комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Раскрывать все подробности я не могу, но могу сказать, что после поступления сообщений об этом преступлении на место выезжала следственная оперативная группа, выезжал специалист-эксперт, значит, имеется ряд доказательств, поэтому есть основания к тому, что дело в перспективе будет раскрыто. Иван Алексеевич, благодарю, что нашли время, пришли сегодня с утра к нам в гости. Исполняющий обязанности начальника отдела информации и общественных связей ОМВД России по Архангельской области Иван Распутин был сегодня с утра у нас в гостях. Мы продолжаем. Ротация в администрации Архангельска на этой неделе. Бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей при губернаторе области Николай Евменов назначен заместителем главы столицы Поморья и руководителем аппарата администрации. На этом посту он сменил Сергея Ковалева, который ушел на пенсию. И на этой неделе появилась информация, что освободившееся место бизнес-омбудсмена с большой долей вероятности может занять Ирина Бажанова, нынешний заместитель регионального министра сельского хозяйства и торговли. Среди журналистов она известна тем, что никогда не отказывает в интервью и всегда дает полноценные комментарии. К другим темам на этой неделе стало известно также, что в отношении директора компании «Стройресурс» Андрея Калмакова возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». По версии следствия он использовал не по назначению более 15 миллионов рублей. Таковы итоги прокурорской проверки деятельности фирмы «Стройресурс», которая до недавнего времени строила дом на улице Воронина в Архангельске. Многоэтажка возводилась 2014 года, окончание строительства – третий квартал 2016. Но договор фирма перед дольщиками не выполнила. Вместо жилого дома только его цокольный этаж. При этом в период с января по март 2016 года директором общества «Стройресурс» Андреем Калмаковым допущено расходование средств дольщиков общества в сумме свыше 15 миллионов рублей, не по целевому назначению. Это привело к нарушению прав участников долевого строительства ЖК «Ленинградский», а также нанесло существенный вред охраняемым законам интересам общества и государства в сфере долевого строительства. Если вина Калмакова будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы и крупный штраф. И продолжая тему обманутых дольщиков. Первый раз мы услышали о таковых в начале 2000-х. Люди годами вкладывали в будущие квартиры тяжелым трудом заработанные деньги, а в итоге получали ноль квадратных метров. Значительное количество строек не завершены из-за прекращения финансирования, то есть застройщик или не рассчитал собственные силы или вовсе преследовал свои корыстные цели. Согласно приказу Минрегиона России, к категории «обманутые дольщики» относятся люди, строительство дома которых приостановлено более чем на 9 месяцев, отменены или расторгнуты документы на землю или разрешение на строительство, заявители признаны потерпевшими в рамках возбужденного уголовного дела. У дольщиков сдают нервы. К примеру, вчера обманутые дольщики совершили молебен в Петербурге, сообщает информационное агентство «Эхо Москвы». Ранее они обращались к властям, но их проблемы не решили. На акцию к Смольному собору пришли 100 человек. После люди отправились к зданию администрации Ленобласти и окропили лестницу святой водой. Люди говорят, что не могут получить помощи ни от прокуратуры, ни от МВД. Городские областные чиновники обещают помочь, но дольщики никаких действий не замечают. В конце акции участники подписали очередное обращение к властям. У нас пока все спокойно, люди ждут и надеются. В Архангельске обманутых дольщиков и только состоящих в реестре на сегодня 254 человека. Тему продолжит Артемий Заварзин, а далее у нас в студии одна из обманутых дольщиков. В этом доме на шестом этаже у меня должна была быть квартира. Дольщик печально известного ЖК Ленинградский Вера Михайлова пока только на красивом плакате может показать окно своей будущей квартиры. Новоселье должно было состояться, согласно проектной декларации объекта, еще в третьем квартале 2016 года. Но по факту на месте застройки только увязший в снегу кран и нулевой цикл здания. В общей сложности моя сумма студии 27 квадратных метров составила 1 310 000 рублей. Значит, я ее полностью выплатила двумя частями, тремя частями. Ну вот, сама в данный момент, так как нахожусь, продала квартиру, снимаю квартиру на Воронина 19, тут и проживаю. Таких, как Вера Михайлова, обманутых дольщиков в Архангельске 254 человека. Всего по области 8 долгостроев ждут своей участи. Плюсом к этому еще порядка пяти объектов, которые вызывают опасения. Но строительство на них пока идет. Заложить фундамент новой жизни многие из дольщиков уже отчаялись. Устав бороться. Кто-то переехал в другой регион, кто-то купил квартиру на вторичном рынке. Те, у кого еще теплится надежда, вынуждены снимать жилье или ютиться у родственников, выплачивая при этом баснословные банковские кредиты или ипотеку, взятые когда-то для строительства своих долгожданных квадратных метров. Куда только не писали дольщики, всем, вплоть до президента. Но ответ, как правило, был один. Ждите, работа ведется. И последнее, когда письмо нам пришло где-то в октябре месяце, что если вы будете нам одни и те же вопросы задавать, то мы берем на себя право, наше право вообще вам не отвечать на эти вопросы. И тогда дольщики решили, кроме них самих им никто не поможет. ЖК Ленинградский, Соната, Дом на площади, Верона за последние несколько лет всем набили оскомину. Красочные на рекламных плакатах, на деле же постройки напоминающие скорее надгробие. Многоэтажное здание должно было появиться на пересечении улицы Галушина и Московского проспекта. Срок сдачи – 2010 год. Но в 2009-м кооператив стройку прекратил, позже был признан банкротом. Директору промгражданстрой Дмитрию Цветкову предъявили обвинение в мошенничестве. Адрес другой скандальной стройки – Новоучейского, 98, так называемый дом на площади. Его в самом центре города фирма «Дваю» возводила 7 лет. Потом строительство заморозили. Стройплощадка на Красноармейской улице. Девятиэтажный блок «Б» жилого комплекса Верона должны были сдать в 2013-м. Застройщик компании «Архангельск Инвест» на собранные с людей 119 миллионов рублей построил 3,5 этажа. И это только 4 печальных примера, полные безответственности, бессилия и безнравственности застройщиков. В 2016-м году, в принципе, у нас проблема, наверное, обострилась несколько, поскольку у нас возникал объект такой, в том числе, вот как ЖК «Архангельск Инвест» больше, скажем так, стало возникать вопросов. Соответственно, возросло количество обращений граждан. Усиление контроля пошло застройщиками, и, в принципе, сами застройщики это отмечают, да, есть. Но здесь же и, в принципе, 214-й федеральный закон, который установил, в принципе, обязательности, либо, получается, банковского поручительства, то есть страхование ответственности застройщика. Усиление контроля застройщиков началось после вмешательства президента страны. В мае прошлого года Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное привлечение денежных средств дольщиков при строительстве многоквартирных домов. После этого в Архангельской области депутаты внесли поправки, суть которых проста. Инвестор, завершивший строительство проблемного дома, сможет плюсом рассчитывать на земельный участок в аренду без торгов. И это стало настоящим светом в конце тоннеля для тех, кого кинул недобросовестный застройщик. Реестр свободных земель еще только составляется, а закон уже работает. Нашелся инвестор для печально известного ЖК «Соната». Это строительный холдинг Михаила Палкина. Компания «Аквилон Инвест» присматривается к ЖК «Ленинградский» и дому на площади. Вроде дело пошло, но нужно понимать, передача долгостроя от нерадивого застройщика к новому инвестору займет немало времени. Например, по застройщику ООО «Двою», жилищ ЖК «Дом на площади», примерно полгода, если не больше, в течение 2015-2016 годов проводилась работа по завершению, вернее, по выводу застройщика из процедуры банкротства. Было подписано мировое соглашение между застройщиком и кредиторами. Это мировое соглашение было утверждено арбитражным судом Архангельской области. И только вот это позволяет сегодня продолжить работу по достройке дома. Проблему жилых долгостроев держат на контроле на самом высоком уровне. В августе прошлого года Владимир Путин дал поручение правительству страны до 2020 года убрать в прошлое такое понятие, как обманутый дольщик. Понятно, что до этого времени новые квартиры навряд ли получат все. Но тех, кто не одно десятилетие ждет ключей от собственной жилплощади и пока еще не может поверить, что их непростой квартирный вопрос когда-нибудь решится, станет значительно меньше. Артемий Заварзин, Алексей Шемякин, Евгений Зыков, Виктор Коноплев. Семь дней в регионе. Ирина Морозова, дольщица ЖСК Московский. Сегодня у нас в гостях Ирина Владимировна. Доброе утро. Доброе утро. Насколько я понимаю, ЖСК Московский – это бывшая соната. Да, это бывшая соната. Скажите нам кратко, когда начались ваши мытарства и сколько вы вложили в строительство? Мытарство началось с 2005 года, когда мы заключили договор в третьем квартале 2010 года. Объект должен был сдаться, но весной 2009 года прекратился, так как признали банкротом. Моя семья вложила 3 миллиона рублей. То есть для нас, для нашей семьи это была очень большая сумма. Но и для всех остальных дольщиков, которые вложили, и кто-то взял кредит, кто-то взял ипотеку, кто-то до сих пор платит, то есть до конца еще не выплатил. Кто-то уже, так скажем, умер, не дождался нашего долгостроя. Поэтому в данный момент вот так. То есть за 12 лет, да, с 2005 года до 2017? Никаких движений не произошло. То есть многие поодиночке решали вопрос, ходили к властям. Но, в общем-то, помощи никакой так и не было. Когда вы решили для себя, что если не я, то никто? Это было апрель этого года, ой, не этого года, 16-го года, где я приняла решение, что, ну, наверное, надо набраться сил, терпения и организовать всех, чтобы мы достроили наш объект. Мы много работали в данном направлении. Мы обращались также к властям города, писали президенту, на горячую линию звонили. То есть писали представителю президента по северо-западу, это Санкт-Петербург. Обращались в госстроенный отзор, обращались к губернатору. То есть, соответственно, обратишься во все инстанции. И последняя инстанция это был федеральный инспектор Костин Илья Валерьевич, который посоветовал нам, все-таки, так как это наша задача, в основном дольщиков было найти самого застройщика. Поэтому мы организовали, он посоветовал нам обратиться к Палкину Михаилу Андреевичу, и что мы сделали. Целое, так скажем, лето, три месяца мы организовывали, искали документы. В общем, госстроенный отзор нам помогал в поисках вот этих документов, которые, в общем-то, за 10 лет все растерялись, и мы их полноценно не могли найти. И в августе месяце мы пришли к тому, что Михаил Андреевич Палкин дал принципиальное согласие на достройке нашего объекта. Мы сегодня еще поговорим с Михаилом Андреевичем. Изменилось ли ваше, может быть, отношение, может быть, какое-то вот к этому ко всему до того периода, как появилась какая-то надежда, ну и сейчас? Глаз загорелся? Да, соответственно, глаз загорелся, гордость, что, ну, сдвинута с мертвой точки. То есть вера, ну, вот в нашего застройщика и, в общем-то, вера в нашу власть, что, ну, все-таки обратили на это внимание. И самое главное — верить и действовать. То есть если, ну, ставить цель, то ее всегда можно добиться. Как я говорю, цель и мечта, она без действия умирает, поэтому надо всегда действовать. Ирина Владимировна, сколько вы еще готовы ждать? Ну, ждать, то есть мы достигли какого-то результата. То есть ждать, вот как нам Михаил Андреевич проговорил, что к 2018 году, то есть мы уже увидим свой долгожданный дом. Что-то уже реальное, обрисованное. Да, да. Сейчас пока готовится документация по данному объекту. Ирина Владимировна, я желаю вам удачи в вашем лице всем дольщикам, не только вашего ЖСК, но и всех остальных долгостроев, которые есть в Архангельской области сегодня. Спасибо. Спасибо, что пришли. Вообще проблема обманутых дольщиков существует в 71 регионе России. Более 122 тысяч пострадавших ждут свое жилье. А проблемных объектов 921, и это только официально зарегистрированных. В Москве работает онлайн-приемная, в которую могут обратиться обманутые дольщики. Адрес сайта – дольщики-ер.рф. Мы решили позвонить в приемную, и вот что узнали. Обращений поступает очень много у нас, конечно, по России. И у нас остро стоит проблема обманутых дольщиков в целом. По Архангельской области у нас там в период, наверное, 2015, 2014 и 2013 годов обращений не заходило. А вот в этом году уже и в конце 2016 года к нам зашли обращения граждан с двух проблемных объектов. И первое обращение – это у нас идет ЖК Ленинградский. Его строит ООО «Строй ресурс». Данный объект мы уже запросили, пока ответа из региона нет. Второй объект – это у нас ООО «Архангельск Инвест» ЖК «Верона». Данный объект – это только вот новое обращение, оно только к нам вошло. Соответственно, пока мы вообще не имеем информации по нему. Всего у нас по реестру проблемными у нас считается 9 объектов в Архангельской области, 254 гражданина пострадавших. Если у нас по Калининграду более 20 проблемных объектов, по Санкт-Петербургу более 30 проблемных объектов, там у нас есть динамика, то, к сожалению, в Архангельской области динамики у нас нет. Ни в 15-м, вот, к сожалению, насчет 16-го ничего не скажу, потому что пока ответа из региона у нас нет. В этом обращении нам всего лишь достаточно, чтобы гражданин расшифровался, написал полностью свою фамилию, имя, отчество, указал проблемный объект. Его имеется в виду адрес в том числе, да, потому что вот, например, зашло к нам сейчас обращение по ЖК «Верона». Я вижу, что просто, да, там, Красноармейская, Ломоносовского округа. Полного адреса я не вижу. Хотелось бы вот конкретно более подробную информацию о застройщике и о объекте. И сейчас у нас в студии руководитель холдинга, среди намерений которого взять один из незавершенных объектов и достроить его. Руководитель производственного строительного холдинга «Союз Архстрой» Михаил Палкин сегодня у нас в гостях. Михаил Андреевич, доброе утро. Доброе утро, Алексей, уважаемые зрители. Скажите, пожалуйста, а что сподвигло вас вот на столь благородный поступок взять объект, да, и встречаться с людьми, с дольщиками вот этого ЖСК «Московский», да, и заключить соглашение о намерениях достроить его? Ну, к этому мы подходили довольно долгий период. То есть летом, в июне примерно 2016 года произошла первая встреча с активной группой ЖСК «Московский». Вот, в результате этого мы пришли к определенным моментам, когда было необходимо собрать документацию, вот, чтобы понимать, какие там квадратные метры можно построить, что хотели построить, вот, и, в общем-то, заручиться определенной поддержкой со стороны органов областной и муниципальной власти. Вот, проведя переговоры, участвовав в совещаниях с муниципалитетом, с правительством Архангельской области, я понял, что поддержка, весьма серьезная поддержка имеется. То есть есть, да, поддержка? Да, областное собрание приняло закон, весьма активно занимается госстройнадзор данным вопросом, ну и, соответственно, было принято такое решение, что помогать, естественно, необходимо, тем более проект экономически является выгодным. Вот, у меня в руках соглашение сейчас о намерениях инвестирования, заключенные между инвестором, да, то есть, вашим холдингом и председателем правления вот этого ЖСК. Что дает вот это вот соглашение, прежде всего, дольщикам? Для дольщиков данное соглашение было разработано именно с тем, чтобы они понимали, какие базовые пункты будут включены в будущий договор об инвестировании. То есть, договор о намерении, это еще не договор об инвестировании, но он определяет основные тезисы. Он дает надежду. Он дает надежду, он дает рамки, в которых в дальнейшем будет взаимодействовать застройщик и жилищно-строительный кооператив. Для чего это было сделано? Да просто потому, что те практически 80 человек, которые входят в состав жилищно-строительного кооператива, все 100% должны быть согласны. Вот, и данное решение должно приниматься либо на общем собрании, либо, естественно, волеизъявление должно быть заверено нотариально. Как мы понимаем, чисто технически собрать всех жильцов воедино весьма сложно. Практически невозможно. Да, потому что кто-то живет весьма далеко, за пределами области, даже за пределами северо-западного региона. У кого-то дети, у кого-то другие причины. И, соответственно, было принято решение определить рамки и на этих рамках основать письменное, нотариальное согласие. Михаил Андреевич, поясните, пожалуйста, насколько это длительный процесс забрать объект у нерадивого застройщика и взять уже к себе этот объект на свой баланс? Ох, если говорить изначально, когда наступает кризис у застройщика, который приходит к состоянию невозможности строительства, дальнейшее продолжение, данный период может занять не менее полугода, потому что все юридические процедуры, а процедура самая правильная, будет эта процедура, естественно, банкротства застройщика и создания дольщиками, обманутыми уже дольщиками, когда они признаны, жилищно-строительного кооператива и, естественно, принять уже в свое въедение объект незавершенного строительства, право на земельный участок. Ну, банкротные дела у нас, как вы знаете, всегда небыстрые в нашем государстве. Ну и после этого параллельно, естественно, нужно вести поиск застройщика, который согласится для того, чтобы достроить данный объект. И после только этого, порядка полугода, может быть, даже года этот процесс займет, вести работу по дальнейшему строительству. Вот скажите, пожалуйста, если что называется, как говорят на народе, все пазлы сойдутся, да, все получится, за сколько можно достроить вот этот дом, за какой период времени? С нашим законодательством, да, все мы живем в правовом государстве и в одном правовом поле. Строительство объекта, оно обосновано технологическими его особенностями и, как правило, занимает не менее полутора лет. Это что касается самого строительства, да, особенно, а если большой объект, это, естественно, рассчитывается по технологическим картам и может составлять до пяти лет. Ну и ввод в эксплуатацию и подготовка исходно-разрешительной документации, она занимает тоже порядочное время, примерно по полгода, одно и второе. Мы будем надеяться все-таки на лучшее. И что бы вы посоветовали сегодня людям, которые желают вложиться в долевое строительство? Я бы посоветовал людям, которые хотят вкладываться в долевое строительство, во-первых, понимать, что покупка квартиры и недвижимости – это один из самых ответственных шагов в жизни людей. И подходить к нему менее серьезно, нежели к покупке продуктов для своих детей, не стоит. Потому что некоторые застройщики весьма неохотно, допустим, показывают объекты, которые они строят. Они весьма неохотно показывают учредительные документы. У учредителей иногда вообще невозможно найти или директоров, так называемые номиналы. Что еще? Ну, естественно, мы работаем с людьми. Если люди прячутся, которые являются инвесторами и учредителями компаний, застройщика, то, соответственно, здесь уже нужно для себя делать определенную галачку. Ну, естественно, нужно не забывать, что хорошие вещи дешево стоить могут. И когда нам застройщик, у которого нет никакой своей материально-технической базы или сырьевой, он предлагает квартиры, которые весьма отличаются в цене в нижнюю сторону от прочих застройщиков, тут нужно призадуматься, а не идет ли это просто сбор средств для того, чтобы потом неизвестным образом их увезти. То есть еще раз подтверждается народная мудрость – бесплатный сыр только в мышеловке? Только в мышеловке, да. Чем дешевле строительство, тем больше нужно быть на сторожке. Михаил Андреевич, я благодарю вас, что вы пришли сегодня утром к новому гостю. Желаю вам удачи в этом непростом вопросе. Руководитель производственного строительного холдинга «Союз Архстрой» Михаил Палкин был с утра у нас в гостях. Спасибо. Мы продолжаем. С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в областной закон о социальной поддержке семей, воспитывающих детей. Он был и раньше, хорошо работал, но претерпел некоторые изменения. Те, на кого нацелен этот новый документ, его обсуждают, с чем-то не соглашаются, какие-то поправки считают правильными. К примеру, очень большую дискуссию вызывают так называемые 2000 рублей – компенсация тем семьям, в которых дети не посещают детский сад. Сейчас передам слово моей коллеге Олесе Кокиной, она более детально разбиралась в этом вопросе. Позже ждем в студии регионального министра труда, занятости и социального развития Елену Молчанову, с которой мы и поговорим о новых льготах. Но в начале сюжет. Анна Рябко – мама четырех малышей, самой младшей, Полине полтора года. Места в садике для нее не нашлось даже с учетом статуса многодетной семьи. Конечно, большая ячейка общества – это огромное счастье и почет. Но и расходы в такой семье ему соизмеримы. Если старательно экономить, на питание, коммунальные платежи, транспорт все равно уходит не меньше 50 тысяч рублей в месяц. Покупать там где что дешевле. Я стараюсь покупать. Если вижу какую-нибудь акцию, даже у меня муж смеется на туалетную бумагу. Вижу, что она копеечная. Я вот ее все обвешиваю и из магазина выхожу с этой туалетной бумагой. Потому что я знаю, что у нас расход всего большой, и не только ее. Анна в декретном отпуске. Ее муж безработный. Для получения льгот и субсидий, согласно новому закону, даже многодетная семья должна подтвердить свой финансовый статус. Очень интересно. Нам сейчас отказали в субсидии, получается. Потому как муж не работает, он не в трудоустройстве. Соответственно, справку ему принести неоткуда. Речь идет о пособии на ребенка, не посещающего детский сад. Сейчас в Архангельске существует реальная проблема с местами в дошкольных учреждениях для малышей в возрасте от полутора до трех лет. Демографический рост опережает темпы развития социальной инфраструктуры. В планах этого года строительства сада в поселке Туртеево не так долго ждать придется до садика в Майской горке. То есть действия предпринимаются, но, к сожалению, не такие масштабные и недостаточно. Еще одна многодетная мама Александра Дедицына оказалась в похожей ситуации. Ее сыну год и шесть месяцев. Места в яслях на Сульфате для него также не нашли. А чтобы получить компенсацию, нужно предоставить новые данные. 16 числа я позвонила сама в соцзащиту спросить, в связи с чем у нас задержка выплат по пособиям вот этих вот 2000 и пособиям по многодетным семьям. На что мне было сказано, что у вас все приостановлено в связи с тем, что нет справки о горячем питании. И то, что дети прописаны по разному месту жительства. Для того, чтобы вернуть пособие, Александре придется предоставить нужные справки и ждать решения комиссии. Выплата с 1 января на это пособие была приостановлена. Возобновлена она будет при поступлении документов о доходах граждан, получающих данные пособия. То есть, для того, чтобы выплата была вам возобновлена, вам необходимо предоставить сведения о доходах за октябрь-декабрь 2016 года. Новый областной закон о мерах социальной поддержки семей, воспитывающих детей, ввел в реалии новое понятие критерий нуждаемости. Он составляет полтора прожиточных минимума, то есть 19 320 рублей. Социальная математика такова, если мы, к примеру, возьмем многодетную семью из пяти человек и умножим ее на 19 320, то получим 96 600. На меры социальной поддержки можно претендовать, только если совокупный доход семьи равен или меньше этой суммы. Олеся Кокина, Виктор Коноплев, Ольга Красулина. «Семь дней в регионе». Какие еще изменения вступили в силу с 1 января этого года, которые касаются предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям? Поговорим об этом с министром труда и социального развития Архангельской области Еленой Молчановой. Елена Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Вот насколько я смотрел закон, увидел, что изменилось и само понятие многодетной семьи. Что оно сейчас под этим подразумевает? Действительно, в новом законе понятие «многодетная семья» уточнено. Прежде всего мы обращаем внимание, что многодетной семьей считается, безусловно, родители и дети вместе проживающие. Раньше это, так скажем, не конкретизировалось. То есть по одной прописке? Речь идет не о прописке. Чтобы родители, совершенно верно, чтобы родители не путали в законе и в подзаконных актах, не говорится, зарегистрированных совместно на одной жилплощади, совместно проживающих. А документы, подтверждающие совместное проживание, они могут быть разные. В принципе, родители, когда устраиваются в детский сад, в школу, они аналогичные документы предъявляют, поэтому эта процедура для них знакомая. Второе, что уточняет понятие «многодетная семья», один из родителей, как минимум, должен иметь гражданство Российской Федерации. Ну и есть еще одна, так скажем, однотонкость в понятии «многодетная семья» о том, что к многодетным семьям приравниваются и приемные семьи в том числе. То есть это родители приемные и дети, которых они усыновили. Закон объединил в себе все меры социальной поддержки, касающиеся детей и семьи в целом. Что-то изменилось? Да, есть нововведения. И прежде всего хотелось бы обратить внимание о том, что на сегодня поставлена задача органами власти, в том числе и Федерального министерства труда и социального развития Российской Федерации, о том, что все меры социальной поддержки, они должны носить адресный характер. И при определении адресности есть один из принципов определения – это критерий нуждаемости. Поэтому в новом законе такое понятие, как критерий нуждаемости, тоже введен. Но я должна сразу отметить, что далеко не все меры социальной поддержки, предусмотренные этим законом, учитывают критерий нуждаемости. Это предоставление пособия на проезд, питание и ежегодное пособие на одежду, которое раньше всегда было. Сейчас для того, чтобы получить вот эти виды пособия, нужно как раз предъявить документы, подтверждающие нуждаемость семье. При определении нуждаемости взят за расчет прожиточный минимум. Такой подход есть во всех регионах. Не только у нас, значит? Да, да, да. В Архангельской области это полтора прожиточных минимума. К примеру, мы смотрели по многим очень субъектам, это всего лишь один прожиточный минимум. И чтобы родители, да, ну и просто наши граждане понимали о том, примерно, как это, да, вот в какую это сумму исходит, то хотелось бы привести в качестве примера. То есть, если это многодетная семья, и это пять человек, двое взрослых и трое детей, двое родителей и трое детей, то если мы говорим о районах Крайнего Севера, то семья, состоящая из пяти человек, будет иметь право на указанные выплаты, если ее доход не... Ее доход 94 807 рублей 50 копеек и менее. То есть, если больше, то тогда уже, так скажем, вот считается, что семья не нуждается в данной выплате. Но и все в индивидуальном порядке? Конечно. Если мы ведем речь о районах Крайнего Севера, то там сумма немножко поменьше. Означает ли это, чтобы подтвердить вот эти доходы, теперь родителям нужно собирать кучу справок и нести их в отделы соцзащиты? Действительно, есть изменения в порядке, да, предоставления документов родителями в отделении социальной защиты, но здесь, когда мы готовили нормативно-правовые акты правительства Архангельской области, мы максимально исходили из того, чтобы к минимуму свести все те процедуры, которые должны родители пройти вновь. Нужно будет подтвердить именно среднедушевой доход семьи, но здесь тоже, так скажем, сделан шаг навстречу нашим семьям о том, что мы принимаем документы до 31 марта 2017 года. И если, так скажем, все вовремя принесли до 31 марта 2017 года, то выплаты будут осуществляться, если право установлено и за январь, и за февраль, в том числе и за март. А если не успеют? Если не успеют, тогда как бы вот с того времени, как только принесут документы. Елена Владимировна, появились ли какие-то новые меры соцподдержки? Новые меры как таковых, новых мер соцподдержки нет, просто те, которые были раньше, они немножко претерпели изменения. Предположим, материнский капитал, он продлен до окончания 2018 года. Это мера, ну, как показал опыт, она достаточно, так скажем, пользуется авторитетом, и мы видим, да, количество, так скажем... Сподвигает родителей. Сподвигает, да, родителей на увеличение количества детей в своих семьях. Кроме того, есть в качестве, так скажем, нового, можно отметить и то, что всегда многодетные семьи получали, так скажем, льготу по оплате коммунальных услуг. Но раньше в законе было строго, да, что это дети совершеннолетия. И как только ребенок достигал возраста совершеннолетия, и, предположим, это было трое детей, то семья утрачивала вот это право. Сейчас в законе сказано о том, что распространяется эта норма до того случая, когда дети достигают совершеннолетия, но они продолжают обучаться в образовательных организациях, и, в принципе, находятся на юждивении родителей, ну, до 21 года. То есть, вот, как бы, норма старая, да, то есть, поддержка такая, она была и раньше, но теперь шаг навстречу семьям сделан. То есть, некоторые изменения. Да, 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 да. В том числе у нас увеличилось с 2017 года единовременное вознаграждение многодетным семьям до 10 тысяч рублей. Это семьи, которые достойно воспитывают своих детей и получают диплом признательности. Ранее это пособие было около 6 тысяч. Елена Владимировна, спасибо, что нашли время, пришли сегодня к нам в гости. Я думаю, что эта тема важная, нужная и необходимая. Мы еще не раз встретимся в нашей студии. Да, я думаю, так. Я напоминаю, министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова была сегодня с утра у нас в гостях. Ну а сейчас коснемся Америки. Нет-нет, инаугурацию Трампа, что стало одним из заметных событий этой недели, мы оставим на утку в федеральном СМИ, а поговорим о нашей с вами безопасности. Дело в том, что в Штатах уже давно работает система, когда без мобильной связи и интернета можно оперативно связаться с экстренными службами. Это система ГЛОНАСС. У нас пока это считается ноу-хау, на Западе же доступна как пачка молока на полке в магазине. С нового года эта система должна появиться во всех новых автомобилях и тех, что ввозятся из-за рубежа. Без ГЛОНАСС водители рискуют остаться без паспорта транспортного средства. Тогда зачем и автомобиль? Ирина Ившина далее. Субтитры делал DimaTorzok При этом вмонтированные в устройство микрофоны позволяют оператору поговорить с пострадавшим или как минимум услышать, что происходит в машине. Данные передаются по интернету в виде СМС или через спутник. Если факт аварии подтверждается, оператор адресует сигнал спасательным службам. По предварительным расчетам и по первым тестам, замерам, время прибытия спасательных служб сокращается на 30%. Если говорить о реальных тестах, которые приходилось видеть, в 3-4 раза быстрее могут доехать, если все работает как нужно. Система Эреглонас была запущена в 2015 году. За последние 13 месяцев операторы экстренной службы оповещения обработали свыше 127 тысяч вызовов. Более 400 из них закончились выездом к месту ДТП спасателей. Сегодня к Эреглонас подключены почти 170 тысяч автомобилей. Ожидаем, что количество транспорта, прирастающего ежемесячно, будет колебаться в районе 50-60 тысяч ежемесячно. Вот соответствующие цифры. Вы можете предполагать, что порядка 600-700 тысяч единиц транспорта на конец 2017 года будет обслуживаться системой и будет оснащено соответствующим оборудованием. Эреглонас должны быть оборудованы все вводимые в обращение автомобили. И не только вновь сошедшие с конвейера. Нововведение касается и поддержанных авто, возимых из-за границы. Автомобили, не оборудованные данной системой, не будут получать паспорт транспортного средства и, соответственно, не будут допущены для участия в дорожном движении на территории Российской Федерации. И российский автопром, и зарубежные автопроизводители к новым правилам оказались готовы. Новые модели «Лады», «Веста» и «Эксрей» во всех комплектациях означаются системой еще с прошлого года. Осенью 16-го в Архангельске появились и люксовые иномарки с кнопкой «СОС». У официального дилера «Тойота» в Архангельске первым автомобилем, который оснащали системой «Аглонас», стал «РАВ-4». Данные автомобили поступили в продажу уже примерно с ноября месяца и стали оснащаться этой системой. Представляет он из себя кнопку, пульт управления, которая находится в центральном плафоне подсветки салона. Наша съемочная группа не смогла отказать себе в удовольствии нажать на красную кнопку. Сигнал уходит на пульт управления оператором. Сейчас мы ожидаем ответ. Оператор системы «Араглонас», слушаю вас. Здравствуйте, извините, пожалуйста, случайно нажала. Вызываю, отклоняю, всего доброго. На сегодняшний день система «Араглонас» бесплатна для пользователя, но в будущем могут добавиться коммерческие опции. Так, например, система может научиться подсказывать вам о наличии торговых центров или заправках неподалеку. Но это, конечно, дело не ближайшего будущего. До конца 2017 года «Араглонас» в первую очередь предстоит проверка на прочность. Ирина Евшина, Евгений Зыков, «Семь дней в регионе». И еще пару слов о ноу-хау и новых исследованиях. Ни для кого не секрет, что в конце марта на площадке Северного Арктического Федерального Университета пройдет большое событие – Международный форум «Арктика. Территория диалога». И это уже ни для кого не секрет. Первые лица страны – делегации из десятков иностранных государств. Разговор на самом высоком уровне об арктической зоне и месте человека в Арктике. И все это, безусловно, будет. Но хочется поговорить о том, без чего бы не было жизни в Арктике, то есть о науке. Отрадно, что сегодня она молодеет. Студенты САФО погружаются в океан арктической темы и делают весьма интересные исследования. Результаты становятся основой, в том числе для обсуждения на крупных форумах. Как раз об этом наш материал. Эти небольшие по размеру аппараты смогут сделать большое дело для Арктики. Прежде всего, сохранить ее экологию. В капсулах пробы океанской воды у приборов ученый САФО, кандидат химических наук Николай Ульяновский. Как говорят, за такими, как он – будущее. Николай стал первым представителем ВУЗа, удостоенным гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Сегодня он в поисках суперэкотоксинов и полиароматических углеводородов. Понятие сложное, но представляющее угрозу экосистеме окружающей среды. И как раз этими соединениями мы и занимались в течение трех лет выполнения проекта. Нами разработаны были новые способы определения данных соединений в почве, в снежном покрове, в льду. Арктические льды с каждым годом становятся ближе к материку, а значит, ближе и проблемы, характерные для уже освоенных территорий. Одной из первых в зону риска попадает вода – природный кровоток между странами и континентами. И пока ученые-экологи бьют тревогу, ученые-химики хладнокровно стоят на страже чистоты Арктики. Насколько загрязнена арктическая вода, изучают в Центре коллективного пользования научным оборудованием Арктика. Мы разработали четыре новые методики по определению различных загрязняющих веществ в морских водах и в прочих объектах. Все это попадает в общую базу данных. И эта база данных позволяет визуализировать уже непосредственно загрязнение, нанося их на карту. Таким образом, любой эколог может видеть на этой карте распространение того или иного загрязняющего вещества или элемента прямо по Арктике. Флора и фауна Арктики также в Центре внимания ученых. И тут без маленьких научных открытий не обходится. Например, в 2015 и 2016 годах по результатам исследований красных водорослей Белого моря получены уникальные субстанции, которые уже внедряются в фармакологии и пищевой промышленности. Масштабы исследований у нас почти космические. Не без гордости заявила на встрече с журналистами ректор САФУ Елена Кудряшова. Будет отработана методика получения информации, распространения вредных веществ биологическим путем, их попадание в пищевые цепочки и воздействие, соответственно, организма человека. Получается очень интересная система, которую на самом деле сейчас пока никто серьезно не изучает. А САФУ возьмется изучать. Есть инфраструктура, есть люди, есть интерес. А это три главных составляющих научного успеха. На его волнах скоро отправится в экспедицию единственный в мире арктический плавучий университет. Традиционно студенты и преподаватели будут исследовать моря и острова Северного Ледовитого океана, чтобы потом в лабораториях САФУ специалисты вновь пришли к интересным выводам и сделали новый шаг к тому, чтобы ворота в Арктику открылись еще шире. Артемий Заварзин при содействии медиа-центра САФУ. Семь дней в регионе. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Если мы вам о чем-то не рассказали, значит этого события еще не произошло. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо коллегам, с кем делаем эту программу. Будьте все здоровы! Субтитры подогнали Симон.